Я думаю, что именно такие вот вроде бы очевидные фильмы, они содержат в себе некоторый заряд, потенциал какой-то такой радости совершенно еще не исследованный, взывающий к какому-то новому критическому пониманию. У меня, в принципе, опять же, в связи с этой вот категорией всем известного и настолько странного, что мы перестаем замечать его странность, давно уже интересует тема образа анекдота, как я его называю. То есть мне кажется, что это вообще очень интересные и специфические свойства для Советского Союза, способ существования кино, способ существования образа фильма. Есть несколько, очень немного на самом деле фильмов, про которые потом рассказываются анекдоты, и которые на самом деле в какой-то степени даже гораздо более интенсивно, чем на экране, существуют вот в этом вот режиме устного творчества. Да ладно вам, у меня и так в ушах звенит. Буквально по пальцам их можно пересчитать. Ну вот Чапаев, например, в «Семназвение весны», Шерлок Холмс и доктор Ватсон. И Наташа Ростова и «Поручик Ржевский». И мне это показалось, в общем-то, наиболее интересным случаем из этих всех, потому что происходит такое спаривание. Это два достаточно небольшой временной дистанции друг от друга появляющихся фильма. Очевидно, что это такой мета-алекдот. Это такой способ, с помощью которого герой не просто выходит за пределы своего фильма, как это происходит с другими, а он еще и соединяется, да, он находит способ установить контакт с героями своей же эпохи, но и с другого фильма, от которого он в рамках экрана был герметически отделен. А тут происходит такое пробивание преград. Речь идет о некоторой специфической прибавочной стоимости странности, которая в этих фильмах присутствует, и которые анекдоты пытаются концептуализировать, сделать наличество. Вообще, в принципе, очень странный фильм. Смотрите, какие там психоделические совершенно моменты происходят. Вот первый балл Наташи Ростовой, например, да. Все очень странно, на самом деле. Все как будто детилитареализируется полностью, и создается впечатление, что это какой-то не живых людей танец, а каких-то таких вот живых мертвецов или, да, андет таких сущностей. Может быть, такая специфическая восторженность Наташи, которая, конечно, во всех этих анекдотах обыгрывается, да, все эти ее, типа, да, голубчиках, да, как чудно, как прекрасно. Как весело, неправда ли? С одной стороны, это очевидно какая-то такая вот преувеличенная экзальтированность, а с другой, что за ней явно что-то есть, да, то есть нельзя сказать, что просто какое-то там переигрывали, то есть какая-то такая интенсивность вот этого вот. Уйдите! Вы все меня ненавидите! Ненавидите!